Всем доброго дня и отличного настроения! Чубушник Это листопадный кустарник, относится к семейству гортензиевые, произрастает в умеренном поясе. Аромат его цветков положительно влияет на нервную систему человеческого организма, а также помогает избавиться от чувства тревоги и излишней нервозности. В России его часто путают с жасмином. Прежде всего, хочу сказать, что жасмин – это вечно зеленое тропическое растение. Относится он к семейству маслиновые. Листья у него плотные, кожистые, глянцевые, цветы белые, ароматные, с мясистыми лепестками. Именно из них получает знаменитое жасминовое масло, используемое в элитной косметике и парфюмерии. Их же используют для ароматизации хорошего зеленого чая. Смотрите, как они отличаются. Слева находится тропическое вечно зеленое растение жасмин, а справа распространенный в средней полосе листопадный кустарник-чубушник. Но хочу заметить, этот кустарник относится к лекарственным, причем пользу несут цветки, ветки и даже корни. Если использовать его для ароматизации чая, то лучше собрать цветки. Чубушник – красивый житель многих приусадебных участков. Его цветки не только ароматны и красивы, но еще и съедобны. Настойки и настои из лепестков чубушника используют для повышения жизненного тонуса, активизации мозговой деятельности, снятие нервного напряжения, нормализация сна, снятие мышечного напряжения, мочегонного эффекта, лечение депрессивных состояний. В составе цветков и листьев обнаружены биологически активные соединения, определяющие целебный потенциал растения. Эфирные масла, придающие чубушнику приятный запах, определяют его противовоспалительные, более утоляющие свойства. Фитонциды, кумарины и другие, оказывают бактерицидное действие, улучшают регенераторный процесс. Органические и ароматические кислоты, аскорбиновое и салициловое, нужны для поддержания в организме биохимических реакций, кислотно-щелочного баланса. Витамины С, Е, П, П нейтрализуют процессы окисления в клетках, улучшают крововетрение, положительно влияют на метаболизм. В небольших дозах содержат гликозиды, оказывающие на организм тонизирующее адаптогенное действие. Все эти вещества в растении находятся в микродозах и при разовом употреблении не могут оказать целебного воздействия. Чтобы почувствовать положительный эффект, пить цветочный настой рекомендуют на протяжении хотя бы 2-3 недель. Цветоносы чубушника следует начинать собирать в сухую и ясную погоду. Делать это нужно рано утром, так как в это время они содержат в себе самое большое количество эфирных массов. Сушат цветки садового чубушника сразу после сбора при температуре не выше 40 градусов, чтобы они не потемнели и сохранили свой аромат. Хранить сухосветы следует либо в стеклянной, либо в металлической банке. Крышка обязательно должна плотно прилегать. Теперь вы знаете, что такое чубушник, и не путайте его с жасмином. Будьте здоровы, лечитесь только народными средствами.